Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Предлагаем вам найти немного личного времени, чтобы поговорить о рязанских делах и событиях. Сегодняшний день был насыщенным, да и как иначе, летние каникулы и отпуски прошли, жизнь вошла в рабочую колею, а потому будем кратки во вступлении и анонсе тем программы. Мир парком, война, свалком. Рязанский экологический альянс подвел предварительные итоги летней работы по противодействию несанкционированным свалкам. Еще один стоп-строй рязанский губернатор распорядился приостановить строительство очередного торгового центра на сей раз в Дожково-Песочне. Такой энергии нам не надо. Депутаты регионального парламента намерены активизировать борьбу со слабоалкогольными напитками. Теперь обо всем конкретнее. Сегодня представители Рязанского экологического альянса устроили пресс-конференцию по проблеме несанкционированных свалок. Это весьма распространенные и недобрые приметы городских окраин, особенно те, где идет интенсивное строительство. К свалочному вопросу активисты подошли широко и методично. Эровцы собирали мнения и предложения в этой связи рязанцев, направляли запросы в госорганизации, муниципалитеты, местные органы власти и даже, о чудо, получали на них ответы. Борцы за чистоту снимали, рейдовали, привлекали прессу. Ну, в общем, поработали как надо, что и говорить. И санкционированные свалки оказались серьезным противником в том плане, что вели себя, как в песне Высоцкого, шпионки с крепким телом. Ты их в дверь, а не в окно. А потому война продолжается и нас всех ждет как минимум второй сезон этого эко-бестселлера. Активисты экологического рязанского альянса собрали представителей прессы с тем, чтобы поделиться своими достижениями и рассказать о проведенной ими за лето работе. «Навигатор» – такое название представители альянса дали акцией, благодаря которой любой неравнодушный житель Рязанского края может принять участие в улучшении экологической ситуации в регионе. Видишь свалку – сообщи о ней на сайт Эры. Суть акции была в том, что мы попросили наших подписчиков, просто людей, присылать нам новые точки на карту свалок экологического рязанского альянса. Сама карта свалок существовала уже несколько лет, но до этого года она не была нами серьезно использована. То есть новые точки поступали, мы иногда проверяли их, но дальнейших никаких шагов не предпринимали. С этого года мы решили, во-первых, привлечь внимание людей и попросить их поставить новые точки, и, во-вторых, заняться перепиской с теми людьми, которые ответственны за свалки. У проекта «Навигатор» было две основных цели. Первая цель, ну это как и цель самой карты свалок – привлечь внимание к проблеме мусора и, в первую очередь, широкого круга людей и органов власти. Потому что мы знаем, что наши карты свалок пользуются и Росприроднадзора, и Минприроды, и администрация города, и администрация области. И достаточно часто в общении с чиновниками нам, допустим, говорят, что у вас информация на карте царела. Поэтому мы приняли решение информацию на карте обновить. Что мы делали для этого? Мы собрали информацию обо всех точках, которые были отмечены на карте свалок с 2011 года по 1 апреля 2014 года. Их у нас получилось 358. Конечно, это не все свалки, которые есть по области, это только капли в море, можно так сказать. И эту информацию, которую мы собрали, мы разослали тем ответственным лицам, на территории которых располагаются эти свалки. То есть это была администрация города и администрация 18 районов области. Попросили мы в письмах их проверить информацию о этих свалках, и если факты действительно подтвердятся. Потому что, в принципе, времени прошло много с 2011 года, что-то уже могли убрать, чего-то там могло, в принципе, не быть. Что-то, может, уже заросло. И просили, если эта информация подтвердится, свалки убрать. Силами представителей экологического альянса совместно с компетентными в этом деле структурами Из 350 несанкционированных, зарегистрированных по всему региону свалок, было ликвидировано чуть больше сотни. Это уже большое дело. Такими темпами и общими усилиями мы приведем нашу область в приглядный вид. Главное, чтобы некоторые, не самые чистоту любивые граждане, не вставляли активистам палки в колеса. Уж что-что, а это у нас умеют делать виртуозно. Экологические проблемы Рязани затронул на очередном заседании регионального правительства и губернатор Олег Ковалев. Затронул, надо сказать, широко, по-командирски. Речь зашла о застройке песочни. И о той самой дубовой роще, которую местные жители и вообще рязанская общественность ревностно хранит и не дает в обиду. Вопрос о роще осложнился еще и тем, что рядом строится, чтобы вы думали, правильно, торговый центр. А это и мусор, и грязь, и вероятность гибели деревьев, и подъездные пути к строительству, что называется, напролом. Все это вполне вероятно, если уже не имеет места быть. Вот губернаторское заявление. Обращения из Дашков продолжают поступать. Люди высказывают опасения. Там вышли строить торговый центр, в частности, компания ООО «Стрипмол Инвест». Это прямо рядом с дубовой рощей. Там есть такие вот неформальные заезды через дубовую рощу и так далее. Значит, я прошу Архстройнадзор остановить эту стройку. Остановить эту стройку. Посмотреть, какой стройген план, какое благоустройство там, захватывает ли это благоустройство дубовую рощу, нет. Потому что ее надо благоустраивать. Значит, мы не против торговых центров, я сразу хочу сказать. Но мы против того, чтобы делать в ущерб людям, которые там живут. Но еще Олег Ковалев сделал заявление по поводу уличного ремонта в Рязани. Сославшись на публикацию в одной из местных газет, глава региона озвучил народные чаяния по поводу высоченных бордюров и отсутствия удобных съездов для инвалидов и мамочек с колясками. От себя добавил. Как ни крути, а есть такое дело. Бордюры чуть ли не в половину человеческого роста, хоть в тени от солнышка хоронись. А коляску с ребятеночком женщинам приходится вверх воздымать практически на вытянутые руки, как штангисту-чемпиону, иначе через дорогу не перейти. То ли бордюры мастера-гастарбайтеры такие ставят, чтобы во время асфальтоукладочных работ на них сидеть и отдыхать было удобнее, то ли еще что. Так что, вопреки обыкновению, в сегодняшней нашей программе целых два начальственных заявления. На улице Краснорядская сельских строителей, я специально послал людей посмотреть, действительно не предусмотрены съезды для колясок. На проезжую часть. Поэтому, Виталий Евгеньевич, я прошу вас разобраться там и заставить подрядчиков исправить. И в будущем обратить внимание при проектировании вот этих ремонтных работ, работ по реконструкции, обязательно это все учитывать. Сегодня депутаты Рязанской областной думы весьма энергично говорили про энергетические напитки. Взрослые люди этого дела, как правило, не употребляют. А вот у молодежи зарядиться энергетиком – вещь модная. Тут и реклама способствует. Дескать, окрыляет напиток, да и только. Медики в таких случаях предупреждают. Окрыляет, но что дальше? А дальше – учащение сердцебиения, повышение сахара в крови, давление и так далее уже в плохом смысле. Следом жди хронической усталости, депрессии, а также физического и психического истощения. Что же говорить об энергетиках с градусами? По статистике прибавилось случаев гибели среди молодежи после употребления пары-тройки баночек такого пойла. Наверное, не случайно в некоторых странах продажа их категорически запрещена. Возможность ограничения продажи так называемых энергетиков обсуждалась в региональном парламенте сразу на двух комитетах – по экономическим вопросам и по социальным вопросам и демографии. Суть закона проекта сводится к ограничениям в сфере реализации тонизирующих безалкогольных напитков. В частности, предлагается не продавать детям и подросткам, а также ограничить места продаж. Ни в школьном буфете, ни на городском празднике, ни на прилавках энергетиков не будет. В обсуждении участвовали не только депутаты, но и представители общественных организаций, органов правопорядка и врачи. Реклама утверждает, что всего одна баночка энергетического напитка, и человек приобретает бодрость, свежесть и даже работоспособность. Однако специалисты, и прежде всего медики, с этим не согласны. Кроме того, тонизирующие компоненты влияют на энергетический обмен, все многократные токсические действия, мутагенные и канцерогенные действия того же алкоголя. Слабоалкогольные напитки, тонизирующие напитки создаются специально с вкусовыми характеристиками, присущими прохладительными напитками. И тем самым создают такую иллюзию, что это нормальный напиток. Законодательную инициативу рязанских парламентариев о запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним поддержали представители общественных молодежных организаций. Мы набрали свыше, где-то за месяц работы такой интенсивной, мы набрали свыше 2000, то есть по 3000 подписей. Поэтому я думаю, что данный законопроект все-таки вступит в силу, поскольку независимости какой фракции являются наши депутаты, каких политических взглядов придерживается наше население, а данная инициатива была поддержана различными ослами нашего общества. Законопроект, ограничивающий реализацию энергетических напитков в первом чтении, планируют рассмотреть на ближайшем заседании Думы. И сомнений, что депутатский корпус поддержит своих коллег, нет. Как практикующий врач полностью поддерживаю нынешний закон, который обсуждался, так бурно обсуждался. Считаю, что действительно тонизирующие напитки, содержащие турины и другие аминокислоты, с несовершеннолетним подрастающим поколением абсолютно уверенно вредны. Поэтому законопринимать надо. В любом случае покупатели своему ребенку энергетик решают взрослые. Но опасности переборщить с небезопасным, по мнению медиков, продуктом, с введением ограничительных мер точно поубавится. О воздействии всякой гадости на молодые организмы говорили также рязанские наркополицейские волонтеры на специальном уроке в первой школе. Для сведения, с начала этой недели в нашей стране проводится межведомственная акция «Дети России». Она будет длиться две недели. Здесь предусмотрены не только лекции и встречи с молодежью, но и вполне конкретная оперативная работа. Так, полицейские заострили внимание на выявлении доброхотов, которые предлагают школьникам, так сказать, разок попробовать, как взрослые реальные пацаны. Таких вот мелких бесов и стоит опасаться больше всего. Соблазнить ребят на плохое дело нетрудно, а что их ждет потом, известно. Также усиливается контроль за недопущением проникновения нарковеществ в школы. Возвращаясь к уроку, надо отметить, что не такая уж краткосрочная вещь этот школьный урок. В том плане, что если экономично и грамотно распределить его время, академически 40 минут, то можно, как в нашем случае, и лекции прослушать, и фильм про бывших наркоманов посмотреть, и даже поговорить о том, каким должен быть город мечты. В завершении выпуска самый, что ни на есть, народный сюжет из рязанской жизни. Как-то привыкли мы, честно говоря, больше скандалить и призвать власти к тому, чтобы решить даже самые простые бытовые вопросы. Вот, например, грязненький подъезд или во дворе беспорядок. Сразу шум. Где начальник ЖКХ? Где депутат, где мэр или губернатор, где Владимир Владимирович, в конце концов. Бывает такое и нередко. А есть люди, которые свою бытовую и общественную текучку ведут обстоятельно, без шума и гамма, к общему удовольствию, тишине и порядку. Хороший пример будет прямо сейчас, в репортаже. Кстати, народ, о котором мы расскажем, не только порядок наводит, но и сюжет об этом снимает. Вот и нам, для иллюстрации темы, общественники предоставили собственные видеоматериалы. Кусочек яркой бумаги, красивая салфетка, пустая стеклянная баночка. В этом деле все пригодится. И сразу не поймешь, кто с большим интересом мастерит замысловатую поделку – малыши или взрослые. Самый настоящий мастер-класс по докупажу организовали жители дома номер 15 по улице Интернациональной. С чем не справились сами, помог разобраться специалист. Суть в том, что, видите, краски хватает на очень много. Ее не нужно делать жирной. Поэтому вот так вот размазывайте, и этой краски хватит на очень-очень много. Жильцов этого дома не напугать ни плохой погоды, ни осенней депрессии. Они вообще молодцы и большие затейники. То блинами накормят, то вокруг елки с хороводами пойдут, то придумают для подрастающей детворы новый дворовый праздник. Собственники идут домой с удовольствием, жильцы нашего дома, потому что они отдыхают не только в всех квартирах, но и во дворе. Даже неусидчивые крохи не спешат оторваться от стола. В конце концов, на кону честь дома. Ни один автор не останется без внимания и имеет возможность незамедлительно стать участником выставки. Она круглогодично функционирует прямо в подъезде. И хочется, кроме этого дня, когда был мастер-класс, сделать дома еще что-то, еще что-то. Жильцы поняли, лучший урок – личный пример. И там, где другие обычно бросают окурки и мусор, они организовали мини-библиотеку прямо между лестничных пролетов. Лишние книги, которые некуда поставить дома, найдутся у каждого. И читателей хватает, и фонды пополняются. Стараемся. В стенгазетах, где вывешиваем свои результаты, мероприятия, фотографии. В таком месте и гости мобилизуются. Даже позавидуешь двору, где соседи знают друг друга, с удовольствием общаются. А если соревнуются, то на очередном мастер-классе. На сегодня все. Мы вручаем символические ключи от эфира Олесе Харлиной, ведущей программы «Подробности». Сегодня у нее в гостях Марина Кощеева. В администрации города она возглавляет управление по физической культуре и массовому спорту. Речь пойдет о предстоящем кроссе нации, в котором все желающие могут и должны принять участие. Так что готовимся к национальному забегу. И до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин